Мы с вами уже выяснили, что Linux система многопользовательская. Если с помощью команды vc посчитать количество строк в файле etc.pass.vd, где перечислены все пользователи, то увидим, что сейчас в системе 45 пользователей. Среди них есть наш пользователь user, суперпользователь root, а остальные, которых создавали не мы, а система, считаются сервисными пользователями. Нам сегодня понадобится еще один пользователь, поэтому создадим его с помощью команды sudo useradd user2. Введем наш пароль, а потом с помощью sudo passvd user2 зададим пароль для второго пользователя. Начнем с команды su. Она позволяет менять текущего пользователя или запускать команду от имени другого пользователя. При этом нужно знать пароль этого другого пользователя. Это бывает нужно, когда у нашего пользователя нет нужных прав, либо когда нам нужно запустить какой-то процесс от имени другого пользователя в всех же целях безопасности. Допустим, мой пользователь сейчас не может зайти в директорию home user2, потому что моему пользователю отказано в правах. Я могу написать su user2, ввести пароль пользователя user2 и стать этим самым вторым пользователем, как видно в начале строки. А дальше я смогу зайти в нужную директорию. Чтобы вернуться к моему пользователю, я могу написать exit, либо нажать Ctrl D. Если написать просто su, либо su root и ввести пароль рута, можно работать от root пользователя. Но помните, мы разбирали файлы bash profile и bash rc. Мы там писали переменные и алиасы, и в случае с bash profile нам нужно было перезалогиниться, а в случае с bash rc достаточно было просто перезапустить эмулятор терминал. То есть bash profile это файл настроек для login shell, а bash rc для non login shell. Давайте сделаем вот что. У пользователя user2 в файле bash profile создадим переменную test1, равную test1, а в файле bash rc переменную test2, равную test2. Теперь выйдем, заново зайдем и посмотрим, как обстоят дела с переменными. Как видите, сработала настройка только из bash rc, то есть non login shell. Это означает, что переменные окружения у нас остались с предыдущего пользователя. Допустим, если посмотреть переменную path, то можно увидеть пути к директориям home user bin, а это домашняя директория первого пользователя. Также, если писать su user2, можно заметить, что директория, в которой мы находимся, не меняется. Зачастую нужно, чтобы при логине за другого пользователя менялось окружение, то есть чтобы применились настройки из bash profile нужного пользователя. Для этого после su следует писать defis. Теперь у меня есть обе переменные, test1 и test2, то есть считался файл bash profile, а значит это был логин shell. Также стоит заметить, что при su с defis поменялась и директория. Раньше мы находились в домашней директории пользователя user, а после перехода текущая директория home user2. Кстати, чтобы понять текущий shell логин или нон логин, не обязательно выдумывать каждый раз проверки с переменными, достаточно проверить значение переменной $0. При нон логин shell значение будет просто bash, а при логин shell defis bash. И если проверить ту же переменную pass, можно увидеть, что теперь здесь нет пути home user bin, то есть переменные окружения не передались от предыдущего пользователя, а появились как следует. Так вот, подводя итоги, логин shell это оболочка с авторизацией, то есть сначала она считывает настройки, те же переменные, алиасы, функции и прочее, сначала с файла etc.profile, где написано, что стоит смотреть также в директорию etc.profile.d и в файл bash.profile в домашней директории пользователя. Там также написано смотреть в файл bash.rc, в котором также написано смотреть в файл etc.bash.rc. В случае с нон логин shell сначала считывается файл bash.rc в домашней директории пользователя, затем считывается файл etc.bash.rc, который в свою очередь ссылается на файлы в etc.profile.d. Но приведенная схема может отличаться на других дистрибутивах. Ладно, со сменой пользователя разобрались. Мы еще говорили, что su позволяет запускать команды от имени другого пользователя. Для этого используется ключ c. Пример на экране. Объясните в комментариях, почему первая команда завершилась с ошибкой, а вторая без. Ну и зачастую su используют, чтобы работать от имени root пользователя, так что для примера запустим nano от root. И теперь можем редактировать файл etc.pass.vd и в целом можем делать все что угодно. Кстати, если запускать su от имени root, то никаких паролей не потребуется. Root может логиниться кем угодно. Но у su есть один нюанс. Нужно знать пароли других пользователей, если конечно вы не root. Когда вы один админ в системе, это не проблема. Но представьте, что есть несколько пользователей или администраторов. Давать друг другу пароли плохая идея. Потому что безопасность строится на полном недоверии друг другу, включая других администраторов. Другой администратор может умышленно вас подставить. Неопытный helpdesk может сделать ошибку от вашего имени. Завтра могут уволить кого-то, и он от вашего имени может положить все сервера. Ну и если говорить о недоверии, когда несколько админов работают от имени одного пользователя, то кто-то может случайно что-то неправильно настроить, а потом не вспомнит или не сознается. А в коллективе формируется недоверие и в целом негативная атмосфера. Учетные записи придумали не просто так. В жизни бывает всякое. Поэтому всем будет легче работать от своего имени. Ну и во-вторых, когда работает несколько пользователей, допустим, если есть helpdesk и вы хотите дать ему возможность только создавать пользователей, то вроде ему и нужны какие-то права суперпользователя, но и давать пароль от рута не хочется. Для решения таких проблем есть утилита sudo. Вы уже замечали ее пару раз. С помощью нее мы устанавливали какие-то программы и создавали новых пользователей, потому что у нашего пользователя не было соответствующих прав. А если писать перед командой sudo, например sudo user-add user2, то команда user-add запускается от имени суперпользователя. Но, естественно, не любой пользователь может написать sudo и выполнить любую команду. У нашего юзера это работает, потому что при установке системы мы поставили галочку «Сделать пользователя администратором». Как это работает, давайте разбираться. У sudo есть файл настроек «etc sudo years». Наш пользователь его читать не может, но так как у нас есть права суперпользователя, можем написать «sudo nano etc passwd». Введем свой пароль и файл у нас откроется. В начале у нас есть строчка. Этот файл нужно редактировать с помощью команды vsudo. Все дело в том, что при запуске sudo программа каждый раз считывает этот файл. И если здесь будет синтактическая ошибка, то sudo просто перестанет работать. А если у нас нет пароля от рута, то придется повозиться, чтобы восстановить работу. Давайте просто покажу. Напишу в файле рандомные буквы, сохраню и выйду. Теперь при попытке заново открыть файл с помощью sudo у меня ничего не откроется. sudo скажет, что не смог прочесть какую-то строчку и откажется работать. Теперь sudo просто перестанет работать. К счастью, у меня есть пароль от рута, который я ставил при установке системы. Я могу просто написать su, ввести пароль рута, а он уже может просто зайти и удалить лишнюю строчку. Теперь sudo опять будет работать. Теперь попытаемся прислушаться и запустить команду vsudo. vsudo запускает дефолтный редактор, vim. А если я хочу, чтобы все работало с nano, мне нужно будет кое-что поменять. Как правило, программы по умолчанию задаются с помощью переменных окружения. Как это делать, мы уже знаем. Зайдем в bash rc и напишем export editor равно nano. Дальше нам нужно зайти в sudo years, найти строчку с env keep, выше можно заметить env reset, которая сбрасывает все переменные, чтобы сделать sudo минимальным. Так вот, env keep добавляем editor, чтобы sudo years не игнорировал нашу переменную. Сохраняем, закроем эмулятор и заново запустим, чтобы bash перечитал настройки bash rc, и теперь при запуске sudo vsudo откроется nano. Обратите внимание, что наверху указано не etc sudo years, а etc sudo years.tmp. Это означает, что когда мы запускаем vsudo, у нас sudo years копируется во временный файл. Если здесь сделать ошибку, допустим, написать рандомные буквы, сохранить и попытаться выйти, то vsudo сначала проверит, все ли нормально с файлом, заметит синтактическую ошибку и спросит нас, что делать. Если нажать enter, можно увидеть варианты. e, чтобы вернуться к редактированию, x, чтобы выйти, не сохраняя, q, чтобы сохранить. Но дает предупреждение, что это опасно. Можно вернуться, исправить ошибку, сохранить и выйти. При сохранении sudo years.tmp заменит оригинальный файл sudo years. Таким образом, vsudo защищает нас от синтактических ошибок. Про sudo можно говорить много, поэтому разберем его в следующий раз. Сегодня мы с вами разобрали su, который позволяет нам поменять текущего пользователя. К примеру, стать суперпользователем. Либо запускать команды от имени другого пользователя. Но нужно понимать, что это очень опасно. Даже случайная синтактическая ошибка может испортить всю систему так, что не получится исправить. Не говоря уже о каких-нибудь зловредах. А так как все мы люди и можем ошибаться, может заесть клавиатура и все такое. У хороших администраторов есть правило не работать от имени рута. И при необходимости использовать sudo. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...